Сейчас мы с вами поговорим о особенностях влияния пациентов с образованием яичек на амбулаторном этапе, поскольку это довольно-таки животрепещущая тема, потому что вообще рак яичка составляет порядка полутора процентов всех злокачественных образований мужчин и порядка пяти процентов на образование органов мочеполовой системы. В странах Евросоюза заболеваемость яичком составляет порядка шести случаев на сто тысяч мужского населения. Двухсторонние образования яичек выявляются значительно реже, примерно у одного-двух процентов мужского населения. И большинство образований яичек, которые диагностируются, это порядка 90-95 процентов, имеют влияние герминогенных опухолей. Если говорить о вообще всех образованиях яичка и в какие периоды времени стоит обращать на это внимание, то выделяется три возрастных пика, когда эта проблема наиболее актуальна. Это у мальчиков до 10 лет, у мужчин от 20 до 40 и у пожилого населения более старше 40 лет, когда вот эти проблемы начинают активно проявляться. Причиной обращения в Европе, конечно, и в Америке несколько все по-другому, поскольку там идут активные скрининги, но у нас в России скрининг не очень хорошо себя проявляет, поэтому пациенты обращаются самостоятельно с кокинцем, то есть самостоятельно он нащупал какое-то образование в яичке, либо отметил примесь крови в сперме во время полового акта, отметил боли в области мошонки, либо яичка, либо обоих яичек, на орхоэпидемии, то есть воспалительный процесс яичек, который не поддается антибактериальным либо другим типам лечения. При негерминогенных образованиях яичка возможно здесь гормональное проявление, то есть отмечается гинекомастия в условной выработке ткани в значительном количестве хориона тернического гормонотропина. Кроме того, у взрослых может снижаться либидо, они отмечают импотенцию, феминизацию. У детей, наоборот, наступает маскулинизация, то есть повышенное оболосенение, мутация голоса ранее, чем это должно было быть, и вследствие повышенной выработки всех этих андрогенов опухоли. Реже, значительно реже, к онкологам направляются пациенты, которые при плановом осмотре, будь то в школе, в детском саду, в военкомате, пальпаторно, врач обнаруживает какое-то образование и направляет только после этого к конкурсу. Факторами риска развития образования яичка являются их четыре основных. Это крипторхизм в детстве, после чего яичко опускается. Это синдром Клинфильтера. Это родственная связь с больным рака первой степени. Это отец либо брат. Ну и опухоль колутерального яичка. То есть, если у пациента было выявлено образование одного из яичек и проведено лечение, то риск получения онкологического заболевания второго в разы выше, нежели у населения, у которого этих образований выявлено ранее, не было. По статистике, злокачественная опухоль яичка считается самой распространенной формой среди мужчин 15-35-летнего возраста. То есть, это тот самый период времени, когда мужское население активность ведет, имеет активную репродуктивную функцию, и при этом меньше всего обращает внимание на свое здоровье. В онкологическом амбулаторной помощи мы должны понимать и делать определенный аспект на то, что при подозрении, при малейшем подозрении, да, будь то пациент сам обратился с какой-то симптоматикой, с жалобами пальпаторным и что-то нащупали, мы должны давать зеленый свет на обследование пациента, его быструю госпитализацию и лечение в кратчайшие сроки. Потому что чем ранее начинается лечение, тем выше шанс благоприятного исхода и длительной жизни данного пациента. С чего начинается? Начинается, конечно, с анализа крови на онкомаркера. То есть, это их три, альфетопротеин, ХГЧ и лактадрогидрогеназа. Эти три показателя надо задавать моментально быстро. Далее, пациентам назначается ультразвуковое исследование мошонки. Желательно это выполнение с эластографией, с световыми показателями для того, чтобы мы имели четкую дифференцировку этих образований. И очень часто именно УЗИ с эластографией нам помогает дифференцировать кистозное образование, плотное кистозное образование с образованиями тканевыми. Выполнение компьютерной томографии грудной клетки брюшной полости малого таза с контрастированием для определения отдаленных метастатических процессов. Если пациент предъявляет жалобы на боли в суставах, в костях, в позвоночнике, мы рекомендуем сделать остеонтиграфию. И при наличии метастатического процесса в легкие или при высоких показателях ХГЧ более 50 тысяч, мы рекомендуем выполнять магниторизнательную томографию головного мозга с контрастированием. Перед началом любого лечения с пациентом необходимо обсудить процедуру криоконсервации спермы. Потому что если мы говорим о быстром этапировании пациента, то есть после его диагностики, выполнения оперативного лечения дальнейшей химиотерапии, то после химиотерапии репродуктивная функция выраженно страдает, и зачастую эти пациенты не смогут в перспективе иметь потомство. Поэтому надо настоятельно обсудить, настоятельно рекомендовать пациентам выполнить криоконсервацию спермы для того, чтобы в перспективе они могли иметь потомство. После обследования пациента в кратчайшие сроки мы выставляем предполагаемый диагноз на основании неинвазивных методов исследования по классификации ТНМ, и пациента госпитализируем выделение для лечения. Ну, к примеру, у нас в Институте онкологии Петрова весь этап с момента обращения первичного пациента до момента госпитализации проходит в районе 10 дней. После того, как пациент... К пациенту было проведено оперативное лечение, была выполнена химиотерапия, и пациент возвращается к нам на динамическое наблюдение. Опять же, надо всё это держать под контролем, потому что очень часто люди считают, что они излечились, и всё замечательно, и больше не обращаются на контрольное обследование. И в эти моменты очень часто наступают какие-то рецидивы, и мы должны также это контролировать. В течение первого года мы должны осмотреть пациента примерно 2-3 раза в месяц. 3 раза в месяц, если пациент проходил химиотерапию, 2, если он не проходил. Также сдача онкомаркеров ХГЧФ и ПЛДГ раз в 2-3 месяца, выполнение компьютерной томографии грудной клетки брюшной полости малого таза через 3 и 12 месяцев после лечения, и выполнение ультразвукового исследования машонки с эластографией через 6-9 месяцев. В дальнейшем, 2-3-4 год наблюдения, это всё становится реже, то есть мы пациента осматриваем приблизительно раз в полгода, либо при появлении каких-то жалоб и симптомов. Онкомаркеры пациент сдаёт раз в 3-6 месяцев. Компьютерную томографию мы выполняем дважды в год, ультразвуковое исследование машонки с эластографией можно также выполнять, лишним, как говорится, точно не будет. В дальнейшем 5 и более лет наблюдения пациента это ежегодное обследование, ежегодная сдача онкомаркеров и выполнение рентгенографических исследований грудной клетки также раз в год. Спасибо за внимание. Продолжение следует...